Друзья, вот мы с вами находимся в парке Львов-Тайган У вольера волков И красавчик Дик Вот, друзья, какой интересный волк Молодой, полной силы и энергии Но в то же время уважительно относится к своим соседкам Херсонским волчицам И здесь, в принципе, в этом вольере матриархат Вот, Дик посматривает на соседок Но никаких шагов не предпринимает, чтобы здесь стать вожаком В принципе, ему и так неплохо Соседи грозные у Дика Вот, тигры какие огромные Так что Дик уже привык к ним А вот и лежит муза Херсонская волчица, красавица Посматривает Она уже тоже привыкла ко всем соседям грозным Там сосед у них есть Черная пантера Раджа Следи Ди Тоже очень грозная пара Тигры Там чуть подальше Пума Мурзик Со слухом у волков все отлично Поэтому им даже визуально Не обязательно видеть кто где Они даже на слух На слух Вот, посмотрите, друзья, какой красавчик Ну вообще, прелесть Колобочек такой полосатенький Вот так вот Бэби-бум в Тайгане И в любое время года Мама-тигрица важно Ходит так, прохаживается Гордо Такого карапузика Ага, тут Вон Вот это мама А то папа Здоровяк такой Ну конечно же Вот Мамочка Сравнительно такая Небольшая Стройная И там прохаживался Огромный Папа И Такой Прелесть Малыш Ну Даже вот в тайге Когда Волки Встречают Тигров Хотя они тоже Предпочитают Не встречать Тигров Я уже, друзья Как ранее Говорил У них прекрасный Слух Обоняние И поэтому Они Что называется За версту А то и за несколько Верст Слышат И понимают Кто там С кем Лучше не Встречаться А вот Пума Мурзик И Соседи Вот Волки Так вот Друзья Зато В отличие От Тигров В Северной Америке Где живут Пумы Там Волки Могут Очень даже Запросто Напасть Стаей На одинокую Пуму И тогда Что называется Держись Хорошо Если Пума Успеет Спрятаться На дереве Если Нет То Ее Ждет Жесткая Расправа Потому Что Волки Это Такие Когда Они В стае Они Могут Забрать Добычу Даже У Медведя А могут И Атаковать Медведя Ну Конечно Медведь Это Не Пума И Одолеть Его Даже Стаей Сложно Но Медведь Предпочитает Ретироваться От стаи Поэтому Там Где Живут Волки Вот Особенно В Северной Америке То Они Конечно Хозяйничают Но Если Пума Встретит Какого-то Волка Отбившегося От стаи И Допустим У Пумы Тоже Будет Сложно С добычей То Пума Вполне Может Напасть Такие Случаи Засвидетельствованы И Один на один Пума Обычно Справляется Довольно-таки Без Особых Потерь Для себя С волком Одиночкой Особенно Если это Волк Который Отбился От стаи Ввиду Того Что он Или Ослаб Или Больной Или Еще По каким-то Признакам Его стая Прогнала Поэтому Конечно же Если Один на один Пума Встретится С Мощным Волком В рассвете Сил Которые Достигают Более Пятидесяти Килограммов То Естественно Что она С ним Конечно же Связываться Не будет Как и Волк В одиночку С Пумой Вот Друзья Огромный Вольер У Мурзика Впрочем Как и у Всех На этой Территории Здесь Огромные Вольеры Как мы С вами Видим И у Волков И у Тигров И у Пумы Леопардов Деревья Здесь Все Очень даже Здорово Для того Чтобы Животные Чувствовали Себя Комфортно Некоторые Посетители Я вот Вижу Что Говорят Мол Решетки Кустарниками Заросли И не всегда Хорошо Видно Животных Но Вы знаете Это С одной стороны Для посетителей Может не очень удобно Хотя Вполне Пространства Хватает Чтобы Рассмотреть А С другой Стороны Для Животных Это Хорошо Потому Что Животные Должны Иметь Возможность Если Они Не Хотят Чтобы На них Смотрели То Чтобы Найти Вот Такой Вот Угромный Уголок Вольере Не Уходить В домик А Где-то В кустиках Там Спрятаться Вон Малышок Побежал Вот Его Грозный Папа Это Мощный Тигр А Вон Мама Стройненькая Красавица Да В этом Году Интересно Раджа С Леди Ди Порадует Нас Малышами Или Нет Что-то По Леди Ди Не Особо Видно Вот Друзья Прекрасное Семейство Что Друзья Огромное Спасибо За Данное Видео Елене Желябовой Вам Спасибо За Ваши Комментарии Лайки Не Забывайте Подписываться Друзья На Канал Всем Мира И Добра